Кино снять надо? Как? Это уже получается сколько? Три недели, да? Или почти четыре? Три недельки, да? Да, наверное, три недельки. Да, наверное, три недели. Ну вот отросли. Вот четко, как все держатся полностью, четко держатся. В этот раз, ну летом, все равно я хочу что-то такое вот малиновое, может быть. Да, выберем, да. Ну все, пошли делать красоту. Ну вот такие вот яркие на лето. Ну получается, вот месяц я отнашиваю, и они не отламываются, не сдираются, не крошатся. Вообще идеально, идеально, вы знаете. В тот раз они были чуть розовые, а сейчас такие, как малиновые. Малинки, малинки, маринки. Ну летош. Это зимой можно что-то такое, ну более приглушенное, или может даже синее или черное. А сейчас лето. Я довольна. Что-то где-то вдалеке, правда, оно так глухо бахкает. А я собралась на улицу идти. Хотя, если суждено, знаете как, оно и в дом может попасть. Ой, как говорят, свою судьбу и на кривой кобыле не объедешь. Так, надо выкинуть это с головы и идти заниматься своими делами. Потому что сидеть, как мыша, трястись тоже, это я и так все время делаю и трясусь. А шо ж. Сами дела за себя не переделаются. А где что уже написано на роду, так уже все, так и будет. Хотя, знаете, так, боязно, скажу вам, сочувствую тем, у кого вообще это часто бывает и близко. Очень сочувствую. Вот такая вот погодка на улице. Я уже пробежалась по некоторым местам, которые мне надо. Ну, надо еще обойти несколько мест. Дела, дела, у меня дела. Хотела зайти сюда в магазинчик, наверное, из-за того, что тревога, он закрыт. Они обычно всегда выгоняют людей. Ну, хотела просто посмотреть что-то, хотя мне ничего не надо. Ну, вам хотела показать. Ну, закрыто, ладно. Может, если в обратном направлении буду бежать. Вот это здание отреставрировали, я от него балдею. Класс, красиво. Пройдусь чуть-чуть через озерку. Мне там по мелочи надо в одно место. То есть я не скупляться, ни цен. Ничего не буду показывать. Вот так чуть-чуть. Как бы пройдусь по краю. Пишут, что ты только людей показываешь, показывая цены. Да я вообще не имею права показывать рынок. Такие умные, разумные все. Выйди, сними и покажи. Оторви свой зад от дивана и сними, и покажи. Девочки, выбирайте. Есть в Турции. Я ехала на такие вещи на вас. Вот эти 350 до 30. А почему такая вот футболочка? Это от 450 до 400. Это 400. Вот красиво как. Это же новое. Ага, как с джинсовым. О, с бабочкой. Банчика мало. Есть вот такая красивая. Смотрите. Есть вот так. А, красиво. А вот это вот с камешками на манекене сколько? Это тоже. 400 до 400. 400 до 400. То есть в среднем где-то по 400, да? Ну, 400 до 300. Все приходы. Ага, спасибо. Сама хорошая. Красивая он. С япарником. В общем, 400-300 футболочки. Так, здесь халатики, всякие пижамки. Здесь всегда на постоянке здесь продают. Такая, как и для дома. Какие-нибудь халатики. Выбор тут, в общем-то, хорошенький. Тут уже пошли детские колготки, платьицы. Ну, там какие-то костюмчики. Ну, тоже вот халатики. Где-то, 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 где-то. Арбузы по 15. Агроматные какие. Такое не допрёшь. Руки оторвутся до земли. Арбузы по 15. Агроматные. О, меня ещё занесло и в торговый центр. У Надежда. Да надо было завязать на минутку. Что-то я сегодня разбегалась. О, какие планки. Красивые. Красивые, красивые. Платочки, красивые. Палитра. Ой, были бы грошики. Так, всё, Марина, бежи домой. Я уже проголодалась. Купила себе тапочки. Фиолетовые. Лохматенькие. Вот такие тапочки. Не, знаете, красивые. Я решила... Я не смогу их не купить. Видите, у меня тут всё фиолетовое. Посмотрите, какие тапки. Это же просто произведение искусства. Брошка какая красивая. На той, на той. Лохматенькие какие. Мягенькие какие. Я не выдержала. Я решила, если я их не куплю, я не смогу спокойно жить. Вот такие вот таптолеточки. Ну, просто прелесть. Ну, просто прелесть. Вот. У меня ещё платье домашнее такое же. Вот такая-то у меня сегодня обновка. Хотя я бегала не за этим. А это по дороге увидела. Думаю, нет. Надо брять. Надо брять. О, красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова